доброго времени суток с вами texer и xeon демка естественно игра еще не вышла фростпанк в космосе ну тут собственно есть база город по фростпанке до который строишь разбираешь завалы очень напоминает да вот так то она выглядит и есть система по которой собственно не летаешь но отправляешь куда-то экспедиции чем не фростпанк игрушка вся подложила свинью лан демка не игрушка демка предложила свинью и состоит свинья в том что сохранение нет то есть мне пришлось заново проходить до этого момента я вроде как тогда остановился на постройке лаборатории и запуске исследований ну вроде вот из этого места и продолжаю а естественно в этот раз меня получилось все ровнее и удобнее так далее люди все на месте никто не голодает я вовремя догадался тут свалку еды разобрать то есть я прям сразу положил дорогу ресурс как я видите так бодрень пополняются из-за кромов постепенно разбирая свалки тут эта часть у меня увидеть очищена пока ушлю за показал он привез меня корабль иду сотку но пока разбираем свалку в принципе чуть-чуть они запаздывают заставки на слона и страшно далее жилье построено вдоль дороги все нормально тут будет блок складов тут пока не знаю что тут надо будет со складов дорогу есть я пока не знаю складов суда вот впишутся есть не впишутся тогда он будет что-то выдумывать меня вот тут еще дорогу можно повести ну в общем придумаем а придумаем перепланируем и все такое если что я не знаю сколько демка затянется ну давайте я ускорю сейчас следует шлюз вкд ну короче двигатель межзвездный надо установить первый этап это исследование шлюза вот тут вот а тут есть улучшение у каждой хрени есть улучшение вот такие тут прям улучшать уже древо науки вот просто конская могу так двигать удалить не могу не знаю почему минус есть не пофиг а не удаляется ну вот такое все тихо и все хорошо я пока не рвусь что-то менять что-то строить а вдруг мире способ не хватит видам лауазе вернуться понимаю давай лауазе вернулся можно в принципе программа промышленной построить но я не уверен что надо его строить кстати вот шлюз тоже является построить можно строить тут еще соседи сектор меня пока не пускают ну демка обучалка и все такое 37 процентов я еще ускорю в принципе ничего не происходит я разбираю еду я так понимаю когда я разгружу корабль с едой у меня еда просто привезут еще может быть я зря вот тут разобрал но с другой стороны и себя и не разобрал у меня бы не покормили людей и взволду умерли в прошлый раз я не успел я хоть и послал корабль за еду он не успел а достаточно медленно идет вообще куда-нибудь идет ну 40 как вроде как 17 циклов от фига тени занимает мечет не понятно циклов 1 12 хорошо давайте запущу вот так и залезу туда и я не могу сказать что она работа 40 ну как бы пример давайте я тогда я догадываюсь в чем дело давайте я отправлю я много лишнего времени промотал на давайте отправлю вот сюда корабль мой в уазе вот так то есть мне нужна наука науки ну тут есть события некие да которые я могу делать чтобы события вот граждане научного корабля потому что у меня науки казалось мало сколько она сколько она проработала ты науки и все что такое запас зонда невозможно на пусково снег я не что и графики будет стоять и в том что я буду обитать здесь собрать ресурсы собрал же вроде не знаю странно все это поехали от ожидания хорошо летит но и мы прилетим там в проксима сантавра по моему вот да я отправил ну мне кажется да ресурс в пути отлично не знаю вроде все работает так что у меня тут загрузка ресурс наделской как-то она не очень на 85 нас разбираем загрузили а корабль-то полетишь нет странно все это да ладно да он полетел грузовик полетел но мы поможем марс там сидочек не очень ну ладно я лично вернется грузовик ну смотрите меня вот тут только вот научный корабль ждет и есть наш д-60 завершить загрузка или чо я не знаю дайте подождем до нуля вдруг она не загружается фигней страдает о запас пополнил скучанаве хорошо а то у меня еды это уменьшается количество я вспомню тут загрузка идет сейчас да а готово так обычная скорость так хорошо так высоточка постройте шлюз для вкд давай построим шлюз для вкд конструкция шлюз для вкд сволочка он здоровый у меня надо тут все разбирать мне нужно будет еще склад фигачим как бы и не два да кстати да видите он влезает прекрасно так мне надо дорогу вот еще строить туда не то чтобы она прям была нужна но это тут все надо будет сносить дорогу потом тоже надо будет сносить это временная дорога ну ну с другой стороны еду мы возим с этим все хорошо но мне кажется что тут со шлюзом тоже все хорошо так я все снесу уберу дорогу и построю шлюз для вкд вкд загородится надпись сектора 1 в эту хрена с ней шлюз огромный конечно не надо сюда без этого пережил так а откуда я 90 тут железяк то навез так железяки просто вроде как то все равно полные я построил склад она все равно полная повезли отсюда 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 надо это все разбирать возможно мне понадобится еще склад давайте разбирайте возможно кстати давайте я сразу его уезжаю вот так теперь точно туда хватит я туда отсюда могу вывозить потому что это надо как то убирать так ну еда есть я так понимаю у меня сейчас шаттл улетел что кто знает что он делает да он улетел то есть там не отображается то есть вот это вот не показывает что у меня вот шаттл стоит шаттл в доке стоит запас пополнен да прекрасно у меня пока я на вишу на орбите все с этим хорошо пока я на орбите у меня идет питание как бы земли он приехал и все прекрасно а что в нем прибавляется ну выгружают как бы да ну ладно нормально с голубами не помрем так тут тоже вот эти балки давайте все ну сейчас надо немножко подождать чтобы они там разгребли чтобы они там разгребли ну более чем мне кажется у меня места хватит я не знаю каким хреном я вот это построил воркшоп показать что я тут ничего не могу сдавать ну не важно что тут исследовали но мне пока ничего не надо а и че осталось ты кто малое база снабжения значит странно но здорово здорово но непонятно ушло и че ты малое база снабжения тебя уберут нет средняя база все снесли отлично дорожки так строим зеленое шлюз для вкд слушать ну и хренотень реально вот я тут могу построить давайте тогда сделаем основу я вот это соединим вот так и пока стоять не будут дорожку А потом снесу эту дорожку и сюда зафигачу. Так, 70 маунт, да? Магу точно. Водно зажжу тот маунт. Давайте. Там почему-то не ставится на хуйню. Ой, блин. Понимаю, почему вот этот сектор он несносимый. То есть вот тут дырки в космос, да? И вот тут могла бы быть дырка в космос, но я не знал, когда строил, что лаборатория будет мне это не мешать. Увы. Увы. Поехал, да? Молодец. За дорогой я немножко ошибся, да? Строим. Так, вот тут 90, а на него соточка поедет. Мне кажется, нормально. Что такое ВКД и зачем ему шлюз? Я так понимаю, что это двигатель, но почему он со шлюзом? Запас шанаби опять пополнен. Ну, естественно. Так и возим. Хорошо. Вот это было еще вывести. Пять. Стой. Что, опять пополнили? Ты сколько раз пополняешь? А вот это вот еще вывести бы. Давайте я тут немножко дорогу тоже сжахну. Как-то. Я даже не знаю. Давайте так вот. Или я уже нажал их вывести. Наверное, нажал. Ну, разберемся. Да и разберемся. Складывать некуда. То есть, я, конечно, понятно, на склады повелся. Надо все это, на самом деле, запихать на склады. Вообще все это на склады запихать. Что меня тут за свалка-то? Надо наводить порядок. Давайте я, наверное, в склад еще один нажал. Вот так. Фигачить. Так. А, ну да, видите, нормально. Все. Хорошо. Нужно построить словочные панели снаружи. Хорошо. Администратор, за недостаточной выработки электроэнергии или энергопотребления в секторе один привело к перегрузке. Перезагрузке. Согласно процедурам Стэнфорда, вам необходимо построить внешнюю солнечную панель, чтобы выработать больше электроэнергии. Включите питание, обучение энергии. Энергия. Цикл. Это энергия, потребляет энергии. Включите, можно на панели сооружения. Не оснащены. Будут случаться аварии. Должно отхолостаться один цикл. Хорошо. Отвели и наключение питания. Хорошо. Так, давайте, внешний вид. Ага. Постоль мало солнечного панель, давай. А, у меня столько нет. А, оно идет поэтапно. Хорошо. Так, на видео управление питанием. Можно. А что я? Изнутри тоже, что ли? Ага, я могу сейчас отключить. Дай пока шлются без точек. Идет строительство. Ну, как бы, не очень, да? Переутомление. Безопасно на рабочем месте. Ну, лью, устаю, да все хреново. Я понял. Сгинь. Я, возможно, что-то не тот включил. Давайте вот этот включу, а вот этот выключу. Мало ничего. Я включил обратно питание. Давайте смотреть. А строят ли они, да? Строят, смотрите, все нормально. Ждем. И, может быть, шлюз включить. А вот как-то построить двигатель, я пока не знаю. А, вот они, специальные. Строят. Прекрасно. Тик-кун. То есть, не как тай-кун. Тик-кун. А, построите двигатель. Давайте построим двигатель. Так, все. Так, все. Пошли внутрь. А тут строится, то уйди. Ты у нас тоже такими занимаешься. Все прекрасно. Так, убираем нафиг. Раз, раз. Раз. Так, у меня 85. Управление питанием. Это лабу обратно. Мне не жалко, а для него приятно. Так, тут что, доступно события. Запросить персонала. Запросить персонала, да. Там немного пришлют, там буквально несколько человек пришлют. 20 работ. Я как раз про это. Так, сюда все доставлено. Строят. Молодцы. Ходящие сообщения. Администратор, все этапы подготовки, калибровки и проверки успешно завершены. Цель давить не изменилась. Теперь вы должны начать процедуру сопряжения воли. Согласно протоколам Долус, вы имеете нужную подготовку, чтобы удавать ресурсы, получать знания, проводить клонизационные изыскания по прибытии в систему Проксиму Сентавра. Перед тем, основатель Совета Мартука, президент корпорации Долус, хочет с вами поговорить. Так, выполнено. 105 дел. Здравствуйте, администратор. Я рад, что вам удалось выполнить ваше первое задание, чтобы выкрыться к тому важному моменту в истории. Вы должны понимать, что это не просто глава из жизни человечества. История жизни на Земле заканчивается, сейчас идет эпилог. Меня описали, что мысли о том, что бреди до сих пор не осознали в реальной ситуации. Мы пережили бесконечные циклы Войн Кризиса в Голд, время и худшее еще впереди. Есть и другие, как Долус, которые готовятся к такому исходу, однако есть ужас в положении, в котором вы оказались, кажется, далеко не на всех. Это бредный призрак цивилизации, который творится и сгинет вместе с ним, что отлиценности прошлого. Прошло, что мы вот покинем эту систему, а впервые может быть стоит определиться с тем, какие элементы мы перенесем с тобой в будущее. Тикун – это скрижаль, на которой мы выщем нашу новую историю. Вы понимаете, зачем я все это делаю? Приди нашу судьбу и остыкаться на том, чтобы ее изменить. Я принялся плести веревки и вязать узлы, которые связывают единый этот великолепный корабль. В наше время в этом мире скоротечно, но я, хотя бы смогу уйти, зная, что мое наследие сохранится на ветке. Прощайте, администратор. Судьба тех, кто вышел на свет, и тех, кто блаждают во тьме, теперь в ваших руках. Так, эг, двигатель некий, космические полеты. Нужно направить всю энергию на станцию, так что во время путешествия включат аккумуляторы. Ну, короче, понятно. А что сделать-то надо? С изумлением. А что надо-то? Тишина, покой. Выйдите кун на орбиту Луны. Обязательно. Сейчас, погодите, вот тут разберусь. Не успел разобрать, мне кажется, демка на этом закончится. А это основной двигатель включился? Варп? Так сказать, нет. Двигается потихоньку, да? Успорим. Ну, там разбирают в этот момент. Так, я вышел от земли к Луне. Эй, я вывел. Так, все хорошо, уменьшаем скорость. Совершите в воле прыжок. Хорошо. Сейчас совершим, погодите. Обучение. Прошти другие системы. Прошти другие системы. Зарядка воли двигателя. Ага, хорошо. А кнопка воли вверху экрана, а? Хорошо. Где моя кнопка вверху экрана про воли двигателя, а? Нету. Ладно, читаем дальше. Администратор, вы успешно управляете иконами, так что операция Долос отправляет вам новых членов экипажа и запасывает продовольствие. Обеспечите для них подходящие жилищные условия, когда беритесь до Проксима Центавра. Знайте, у меня есть одно гнусное подозрение. А что бы мне не слетать вот сюда? Достанут события. Темный стран, давайте я попробую. Я пока не буду летать, и я подожду. Мне интересно. Так, что у нас тут? 105 тел. А кстати, у меня не все обеспечены жильем. Вот в чем дело. Так, давайте подумаем на эту тему. Где бы я поставил жилье что-то возьми? Ну во-первых, надо... 100. У меня 200 человек. Поужнись нафиг. А, во-вторно. А, во-вторно. Вот так. Итак, поперли. К кварталу пойдут. Одно жилище, это 15 граждан. У меня 205 человек. 15. 10 домиков от 150. 12-180. 13-195. Блин, много надо. 14 домиков надо. Это прям до хрена. Так, у меня там было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Пока так. Стройте. Не скажу, что до хрена, но строите. Мост обеспечим жильем. Бездомных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Девяносто. Ну, буквально еще пару домиков и все хорошо будет. Два домика. Пойдет. Будем надеяться. Так, тут. Убрать. Нам это вообще не надо. Вид снаружи. Я думаю, я хочу построить еще. Солнечную панель. Слушай, мне кажется, мне не хватит. Так, тут что? Долетел? Летит. Отлично. Ну, слушай, все в гармонии. Я сейчас строю домики. Солнечную панель строю, чтобы энергии было больше, что на домике хватило. И сейчас у Сатурна мы что-нибудь хапнем. Я понимаю, что это демка, что я вряд ли что-то хорошее с этого получу, но демка так демка. А, отыграть? Давайте. Обнаружу сигнал сигнатуры ЭК-двигателей. Не знаю, что такое, но какой-то энергетический двигатель. Технология принадлежит корпорации Доллос, и судя по нашему завицу, нет заданий в этом секторе. Источек, который войдет в атмосферу Сатурна. Отправить команду. Давайте посмотрим. Поиск источник сигнала. Хорошо. Ищут. Время до конца сколько надо. Ну, блин, я даже не знаю, но я закрою пока. Мне что-то напишут. Да, он заполняется нормально. То есть я тут немножко... О, это может двигало включить, да? Хорошо. А я тут немножко по системе решил полетать, да? Еда. Все еду и беда. А, они нормально доставят, доставят, все хорошо. А доставлять немножко не успевают, а в остальном все неплохо. Еда 0. Прямо там... Тут же оттуда и уходит, я так понимаю. Вот с этим, кстати, проблема. Это не очень хорошо. Ну ладно. Видите, раз пошла в плюс, и тут же пойдет в минус сейчас. То есть на складе она не задерживается еда. Не знаю почему, если быстрее возили, может было получше. Ну ладно. Так, ну что, давайте. Уже завершать. Я не хочу бешеную скорость прям включать. Ну... Есть. Так, ссылка, развив данных о сигнатуре ЭК двигателя. Это, правда, тип ракеты, которые отправил ООН. Похоже, они используют измененные варианты ЭК двигателя. Мы его демонтировали, также забрали все схемы и ресурсы. Так, и забирается наука. И я Лавуазье верну на базу. И тогда мы стартуем. Это не быстро, да. Он стартует нифига не быстро. Прилетел. Молодец. Так, давайте. Луна. Летит Лавуазье. Так, что у нас тут? В принципе, 153 еды. Но... Машина у нас немножко не так ездит, как хотят. Давайте вот я вот по прямой проложу дорогу. 107 голодных. Видите, это плохо. То есть их кормят, но этого, ну, мало. Не успеваю кормить. То есть у меня даже склады еды, видите, нет. Ну, смотрите, я не все вокруг ел. 122 голодных все больше. Блин, я это влетел немножко, да. Но я не могу ничего сделать, пока Лавуазье не прилетит. Я даже должен ускорить. Время. Но пока люди с голодными не мрут. То есть голодные есть, но худо-бедные их подкармливают. Плохо, если не умирать, значит. Я понимаю, что 205 человек, с одной стороны, мне слишком много. Мне столько не надо. Так, что у нас? 205. Ну, слушай, вроде не голодают. Я не скажу, что там прям склад, да? Ну, нормально. У меня грузовичок на Рушанабе-то еще слетает. Так, ну давай. Вернулся, молодец. Пошла зарядка. Опа, умерли первые. Дайте я тут выключу. Без разницы. Заряжается. На шесть человек мы не досчитались. Совершенный прыжок, да. Опять-таки, не очень хороший вариант. У меня там мало еды. А какие-то ранжереи у меня не построены. То есть, тут старт такой не очень хороший. Ну, на самом деле, я просто лишнего времени потратил на то, чтобы к Сатурну слетать. Надо было в процессе летать. Офига себе. Откуда нелегкая занесла? Забавно смотрится. Такая концепция пространства странная. Как вы понимаете, узлы, они символизируют, наверное, с собой звезды или как-то в этом духе, наверное. И вот прилетели к противнице Центавра, видимо. Хотя, возможно, какая-то авария. И мы куда-то вылетели. Нету, да. Аплодисмент. Долос. Земля, она жена. Она уникальна. Она уникальна. В ее недрах скрытся составляющие эволюции. Решит проблему выживания, безопасности и комфорта. Мы, человечество, стремимся к чему-то большему. Мы учили совершенствовать, углубляя свои знания, встигая тайны, скрытые в самых кронах в волках царства науки. Однако человечество принесло разрушение на Землю. Осквернило его кровь, пригрыло ее дыхание. Сегодня мы расплачиваемся за это. Мы опознали вкус умирающего мира. Земля не должна стать нашей могилой. Мать не хочет видеть своих детей, исчезнувшими из ее лица. Вместо этого она хочет видеть мужество, которое проявляет ее жизнь. В своих поступках Долос сохраняет в себе это мужество. Мы зашли дальше, чем другие народы. Двигались быстрее, чем все другие корпорации. Рука в руку с теми. Остановлено сохранять мужество станции Тикунс, одновременно итогов этих усилий и пролог к следующим шагам человечества. Наш Союз ученых подглавляет передовой отряд. Они к всем знают, что выживание человечества в зависимости от того, что заметим ли мы слабой силы. В темноте. Теперь мы сами в темноте. Поэтому мы хозяева своей судьбы. Поэтому мы должны идти как вид связанной цепи, продвигаться дальше в неизвестность. Мы учились в плавании по этому новому морю. Поскольку еще осталась надежды найти выход. Есть горизонт для исследования. Я так, что только само наше существование зависит от этого. И я дарю тебе звезды. И я дарю тебе двигатель Вольт. О, даже корабль видно с земли. Вот это он жахнул. Луна взорвалась. Нехило. То есть движок взорвал Луну при старте. Ничего так. Первый запуск прошел успешно. Моральное состояние Тикона на высоте. Люди готовятся к следующему этапу путешествия. Ну, Луну взорвали. Нафиг. Ну что ж, господа. Игрушка интересная. Игрушка сделана весьма хорошо. Единственное непонятно. В дереве исследований у меня вот улучшение шлюза воли двигателя. Хотя может быть шлюз какой-то строительный. Там куча улучшений этого шлюза. Если это именно относится к движку, мы еще много раз прыгать будем. Непонятно. А плюс там действительно развесится древо исследований. И вот я то, что я построил, этого мало. Нет гидропоники. Нет аннобиозных капсул. Что странно. Аннобиозные капсулы в игре как бы есть, но главный прыжок кораблю шел без них. Это непонятно. А где их брать тогда? В общем, либо начало игры будет более такое, ну чуть дальше будет отстоять. То есть я буду оборудовать корабль и так далее. Дольше будут им заниматься. Либо прибытие в Проксиму Центавра будет очень аварийным таким. Или мы будем еще один тикун строить. Но уже с разбитой луной. Черт его знает. В любом случае, ждем игру. Она у меня помечена в списке желаемого. Как выйдет, будем проходить. Многообещающая штука. А на этом все. Жмите пишите. До новых встреч.